Два режима работы тела. Первое, стройка. То есть с момента зачатия из одной объединившейся клетки, дальше там деление, листки, ткани и все остальное, это конкретно стройка. Каждая клетка знает, что ей делать, куда переходить, каким образом делиться. Похоже на магию, потому что до сих пор не знают, каким образом они друг с другом, что называется, договариваются. Но не суть. В общем, они все, эти клетки, одновременно сделаны, одновременно делятся, одновременно работают, каждый над своей частью проекта. Это стройка. Мы, разумеется, этого не помним. Второй режим. Это на имеющуюся какую-то структуру, не то чтобы наслаивается, но как бы внедряется новое, строится новое. Вот, например, лезет зуб. То есть зуб, с точки зрения, допустим, кости, через которую он постепенно проходит, если это закладка коренных, когда молочные уже выросли, с точки зрения десны, это абсолютно инородная ткань. Но с другой стороны, она наша, по генетическим меткам, и там идет воспалительная реакция. То есть, собственно, зачем я рассказываю? Первый режим стройки, там нет воспаления, там четко слаженная конкретная работа, нет никаких особых границ, кроме информационных. То есть, когда каждая клетка знает, что ей делать. То есть, это не граница, это просто управление. Во втором же случае, когда строятся новые клетки относительно более старых, воспалительная реакция создает границу. Более того, она создает специальные внутренние условия, отличные от периферии, скажем так. И говорю, на примере зубов, в принципе, каждый, я думаю, помнит. Суть вопроса. Воспалительная реакция обязательно нужна. Воспалительную реакцию нельзя подавлять, если вы не хотите уничтожить все то, ради чего она создавалась. Если вы по какой-то причине решите отказаться от воспалительной реакции, как раз по причине, там, болею воспаление, нет времени, нет желания, то вам нужно ясно понимать, что отказавшись от воспаления, вы отказываетесь от регенерации. Регенерация без воспаления невозможна. Если вы отказываетесь от воспаления, то да, клетки, конечно, продолжат расти, но рядом с теми клетками, которые растут, есть еще те, которым уже как бы не надо расти, а место-то должен кто-то освобождать. Так вот, без воспалительной реакции, клеточный иммунитет, он тоже будет работать, разумеется, и все же на это рассчитывают. Он будет работать, ну, в 2-4 раза менее эффективно. И, как правило, и люди о регенерации задумываются, когда проблемы уже велики, плюс еще местная интоксикация, это тоже большая тема, плюс общая интоксикация ткани, там, состояние кишечника и всего остального, и это тоже иммунитет должен этим как бы заниматься. Для большинства людей, для большинства ситуаций отказ от воспаления путем всяких разных медикаментов и всего остального, как раз означает отказ от регенерации вовсе, потому что нет, либо все, то есть тело прямо начинает работать на регенерацию. Мы еще тоже вернемся к этой теме. Либо ничего, то есть если тело системное не поднимает реакцию, то местных ресурсов просто не хватает. Поэтому я все это объясняю, поэтому будет хорошо, если вы будете все это понимать, и поэтому будет хорошо, если вы будете пользоваться. Пользоваться, то есть управлять воспалением настолько, насколько это в ваших силах. Большую часть, разумеется, сделать тело. Как правило, нужно просто не делать того, чего совсем не хорошо и кое-что делать из того, что нужно. Это не особо сложно. Помощь телу, то есть сознательное участие в каких-то внутренних процессах, это обязательно часть методики той, которой я работаю. И если мы, допустим, работаем с вами вместе, то будет хорошо, если вы все это знаете заранее, не придется объяснять. Это не сложно. А если вы начнете тело слушать и слышать, а по сути надо для начала захотеть, то это вообще легко, это естественно. Многие дети вообще так живут, но к сожалению, взрослое сознание и наслоение очень большого количества там всяких образований, далекий ход непосредственно жизни, напрямую, ну вот от биологической, ну подавляет оно чувствительность свою. Ты просто слишком отвлечен на какие-то другие вещи. Хотите регенерации, нужно внимание обращать и в тело тоже и жить вместе с ним. И для кого-то это переворот сознания, для кого-то просто, господи, слава богу, наконец-то поживем в удовольствие. В косметологии после чистки лица, то есть ткани в шоке, но старое удалили, новому место есть, воспалительная реакция все это дело стимулирует, пошла регенерация, пошло обновление. Направки позвоночника. Поправили позвонки, отток старых там обменных каких-то нарушений веществ, в общем все это уходит, приходят новые, воспалительная реакция обязательно нужна, чтобы допустим связки, которые сложнее всего восстанавливаются, они нуждаются в защите в момент своего восстановления от окружающего пространства. Им нужен активный кровоток, им нужно выделение большого количества лимфы и потом ее убирание, нужно там привлечение стройматериала, в общем вся вот эта воспалительная реакция, вся она нужна. И возникает очевидный конфликт, потому что воспаление это опять же боль нарушения функции, что собственно никому и не нравится. С другой стороны я говорю, что воспаление нужно, противоречия никакого нет. Не хватает внимания со стороны, то есть не со стороны тканей как бы изнутри, а со стороны в смысле снаружи, то есть внимание оператора, тела, хозяина. Любое воспаление можно и нужно контролировать. Например, на примере животных, почему там кошки и собаки постоянно зализывают рану. Но если так вот вдуматься, то кроме попытки внешней какой-то хирургической обработки, весьма сомнительный, потому что о какой септике идет речь. Они по сути выполняют лимфодренажный массаж. Кто из людей выполняет лимфодренажный массаж, например, вокруг какого-нибудь там пореза или вокруг перелома? Кто выполняет? Никто, а животные выполняют. Это попытка контролировать воспаление, весьма кстати эффективная. То есть кровь приходит, но выгонять ее нужно самому себе помогать. Ну видео на канале тоже есть. Отек формируется, но его нужно убирать. Допустим, повышение температуры есть, но мы должны просто приглядывать, чтобы оно не было запредельным. Опять же, нужно либо копать причину, если оно вдруг резкое повышение, там выше 38, либо тогда нужно терпеть. Ведь если воспалительная реакция захватывает весь организм, у тебя идет системное повышение температуры, как после правок, допустим, там первый-вторый день, особенно для спортсменов. У них тело четко знает, есть работа, иди выполняй работу. Есть правки воспаления, есть подъем температуры. За два дня все очищается, все, как новый человек, но два дня может лежать в лежку. Это для спортсменов и для тех, у кого большие такие трудности. Для остальных все гораздо мягче. Воспалительная реакция нам друг. Более того, это единственный механизм регенерации. Если мы не хотим строить новое тело с нуля, спрашиваются где такие технологии. То, что я назвал, никого не волнует, потому что это отек, боль, там покраснение, воспаление, нарушение функций, как учили в мединституте, то воспаление это единственный механизм. Он везде всегда будет один и тот же, какую ткань ты не возьми. Да, там будут разные пропорции реакции сосудов, нервов, окружающей ткани, иммунитета. Но принцип везде будет один и тот же. Тем было время, я про боль говорил, хотя это тоже важно, что ваше восприятие меняется, меняются ощущения тела, вы начинаете ну совершенно по-другому работать, например, с болевыми ощущениями. То есть воспалением нужно точно так же. Я все это объясняю, понимаем все это дело и начинаем на тело смотреть не на как войну ума с организмом, то тело наше собственность, теломеханизм. Ну в определенном смысле так и есть. Так вот этот механизм выполняет свою работу. Его работа через воспаление регенерировать. Ну не считая всех остальных работ, конечно. Наша работа, эту реакцию, что называется курировать, то есть следить за ее протеканием и помогать телу, потому что если тело откажется от этого, я видел таких людей, если тело не может, если тело не может сформировать даже воспаление, то перспективы у такого тела весьма печальные. И наоборот, чем активнее воспалительная реакция. Да я знаю, что это неприятно, но мне в силу особенности образа жизни пришлось много всякого на эту тему изучить на себе. Так вот, как только вы принимаете это как механизм, встроенный от природы, более того хороший механизм, как только вы ему начинаете помогать, во-первых, все быстро, во-вторых, качественно, начинает работать. И войну с телом надо прекращать. То есть вот сколько людей, допустим, не приходит, но каждый где-то второй, третий находится в состоянии войны с самим собой. Отчего это тело, видите ли, все за себя не сделало? Ну, знаете, у нас вот машины, допустим, опять же говорит 2019 год, автопилоты там, Яндекс, Гугл там машины с автопилотом делают. Но это, конечно, автопилот, но что-то как-то не самостоятельно до конца. Хотя какие там высокие технологии, да? Так вот и с телом примерно то же самое. То есть тело, конечно, имеет автопилоты, всякие классные, разные механизмы эффективные, но не все же делать самому. Нужно и со знанием немножко поучаствовать. Вот, немножко поучиться, немножко поработать, если все хорошо вовремя собрать, то будет весьма интересно.